Как быстро подготовиться к лету, подсушиться? Иногда, чтобы лучше выглядеть, можно нарастить мышечную. Да, это возможно, это реально, это показали огромное количество выступающих спортсменов. Те дети прокуроров, которые выходят на сцену, занимают последние места и почему-то не способны закрыть свой ротик и убрать майонез от пельменей во время подготовки. Для вас кардио гораздо важнее, чем для всех остальных посетителей зала. Реальный расход калорий ваш, ну не знает на самом деле практически ничто. Уберите углеводы из первого приема пищи. Конечно же, эти жирные кислоты отложатся обратно в ваши чудесные жопы, бока, животы. Как-то контролируйте свою пасть и не запихивайте в нее постоянно кучу вредной еды. И уже избыток тестостерона заставляет вас отекать, жиреть и плакать. Привет, друзья! Так вышел, что я приехал чуть-чуть пораньше к Диме поснимать для вас ролик, потренироваться. И пока я был в раздевалке, мне задали вопрос. Как быстро подготовиться к лету, подсушиться? Вопрос чудесный, понятный, но с учетом того, что сегодня, по-моему, 5 мая, до лета осталось совсем немножко. И у многих, возможно, возникнет вопрос даже не 5 мая, а там 20-го. Это реально уже поздно, но все равно. Действительно, можно сделать какие-то определенные действия, манипуляции, изменения режима, изменения тренировок, изменения питания, которые помогут вам выглядеть получше. И на дистанции, да, может не в первый месяц лета, но во второй ворваться просто максимальным красавчиком или красавицей, которыми вы, возможно, являетесь, но все-таки вы сможете уже еще улучшить свою форму. И сейчас я постараюсь подумать и с вами совместно прийти к выводу, какие простые манипуляции, какие изменения в своем режиме, в своем питании, в своих тренировках можно вот прямо сейчас, с завтрашнего дня начать без особой подготовки, которые не повлияют негативно на ваше здоровье и так далее. Но смогут привести к лучшему результату, к достижению. Давайте в этот раз точно определимся, что мы, скорее всего, избавляемся от лишнего подкожного жира. Потому что летом все хотим быть постройнее, да и массу поменьше таскать на жаре тоже легко. В первую очередь, что у нас приводит к изменению внешнего вида? Это соотношение процентное мышц к жиру, что очень важно. Зачастую не обязательно высушить жир, не обязательно потерять жировую массу. Иногда, чтобы лучше выглядеть, можно нарастить мышечную, но в том процентном соотношении, чтобы процент мышц стал больше. Тогда визуально вы будете выглядеть суше, да, понимаете, вы набираете вес, вы увеличиваетесь в мышечной массе, жир не увеличивается или увеличивается сильно медленнее жировая масса, чем мышечная, вы будете выглядеть лучше, больше, суше, не сжигая жир. Можно идти по пути дефицита, создавать дефицит, сжигать жировую массу, стараться максимально удерживать мышечную, и тоже будете выглядеть лучше. И, конечно, самое условное, почему-то в интернетах у людей не сильно далеких, почему-то невероятное стечение обстоятельств, когда одновременно растут мышцы и сгорает жир. Да, это возможно, это реально, это показали огромное количество выступающих спортсменов, это показало огромное количество любителей, которые хорошо держат режим. Ну и, конечно, это показали люди, которые так или иначе все-таки употребляют определенного вида добавки, ускоряющие все процессы, добавки как из легального, так и все-таки нелегального ассортимента продукции, созданной для любителей фитнеса, да и вообще в целом людей, которые занимаются спортом на любительском либо профессиональном уровне. И часто мы можем заметить, в залах есть такие ребята, которые не выступают, но выглядят лучше, чем те дети прокуроров, которые выходят на сцену, занимают последние места и почему-то не способны закрыть свой ротик и убрать майонез от пельменей во время подготовки. Но мы говорим не о них. Итак, правило номер один. Мы должны для того, чтобы лучше выглядеть, увеличить объем нагрузки. Это поможет нам дать больший тренировочный стресс, который потом должен компенсировать правильным питанием, разумным количеством нутриентов, чтобы мышцы наши росли или хотя бы не разрушались. И второе, увеличенный объем работы нам позволит сжигать больше калорий. Сжигая больше калорий, мы так или иначе зацепим наши адипоциты и заставим сжигать подкожный жир, что для большинства ребят стоит как одна из первостепенных задач формирования структуры тела. Мы увеличиваем нагрузку. Каким образом? Многие сейчас, вот я прям вижу даже сейчас в обеденное время, кардио занято. Кардио это круто, кардио это здорово, кардио это нужно, но кардио это кардио сердце. Сердце, друзья мои, оно же не называется пойду заниматься липосжиганием или пойду на жиросжигающую зону. Нет, кардиозона это тренировка сердца, это нужно, нельзя ее исключать ни в коем случае. В частности, если вы особенно еще и культурист, еще и крупный, для вас кардио гораздо важнее, чем для всех остальных посетителей зала. Потому что вам необходим большой рабочий объем сердца. Не толстые стенки мышечные, которые у нас растут, потому что сердце это мышца, но и рабочий объем сердца, который позволит вам в будущем избежать проблем и заболеваний, которые являются мало того, что основными у спортсменов силовых видов спорта, так они являются основной причиной смертности вообще всех людей на всей планете. От сердечных болезней умирает больше всего людей. И это все связано с пизостодательством, ребята, поэтому сердечко берегите и девчонки берегите тоже пацанов, а то вот всякие красавчики будут страдать и рано гибнуть. И некому будет покупать вам всякие шмотки и тачки и на море возить. Поэтому берегите мужчин, девчонки и подругам передайте. Выбор. Зачастую стоит дополнительная нагрузка, кардио, до, после, иногда еще и во время тренировки. Да, здорово, и, конечно, энергия будет тратиться. Там даже есть экранчик, на котором написано, сколько якобы вы сожгли калорий. Кстати, это полный пи-и-и. Это полный, полный неправда. Это полная неправда, потому что реальный расход калорий ваш, ну, не знает на самом деле практически ничто. Вас нужно поместить в полностью изолированную систему, которая будет снимать отчет по потере подачи тепла вашим телом. И вот эту тепловую энергию можно перевести в затраченные калории. А в остальном эти цифры очень усредненные, примерные. Сколько бы потратил человек определенного веса, определенного возраста, определенного роста с условно-усредненным обменом веществ. Ой, короче, там столько, столько огромное количество переменных значений. Что верить этим калориям не нужно, записанным на экране. Но это просто прикольно, что это должно мигать. Там лампочки и так далее, вам веселее. Но кардиоли стоит добавлять или увеличивать для того, чтобы постройнеть. Я лично своим спортсменам рекомендую увеличивать объем силовой работы. Силовая работа гораздо больше и эффективнее сжигает лишние калории. Но если наша задача сжечь жиры, количество еды, поступающего в организм, находится в дефиците, то силовая работа поможет вам стройнеть, худеть, сжигать жир. Поэтому я поставлю свой голос за то, чтобы увеличить количество объемно-силовой работы. И, конечно, не исключать и оставлять в конце тренировки какой-то адекватный объем кардио для создания кислородного долга, для тренировки сердечно-сосудистой системы, ну и до дополнительного уже легкого сжигания калорий. Потому что невозможно качаться безостановочно, так или иначе. Кончается гликоген, кончается креатимфосфат, кончается все, кончается нервная система. И ты просто не способен ни на что, кроме как топать по дорожке. Вот именно в этот момент кардио и здорово, и даже немножко меня бодрит. И да, мне вообще нравится делать кардио. Я с возрастом, кстати, прямо обращу внимание, с определенным наступлением возраста мне начало нравиться делать кардио. Какая-то медитация, топаешь, крутишь педали, иногда просто работаешь. Но кардио делать прикольно. Это время дополнительно затрачивается. Да, например, там, вот хороший пример. Подготовка к чемпионату мира, который я выиграл, у меня кардио практически не было. Потому что не было времени. Действительно, у меня дефицит времени, огромный объем работы. И на кардио я потратить время не мог. Но при этом я практически из всей подготовки порядка 64 дней провел по 2 силовых тренировки в день. В 11, с 11 до примерно пол первого, и с 17.00 до пол седьмого. У меня было 2 полноценных силовых тренировки, разделенных по сплиту. Тренировался я 3 дня плюс 1, то есть 6 силовых тренировок за 3 дня. И потом день отдыха либо 4 плюс 1. А были пара периодов, когда я занимался подряд, там, очень много дней, по-моему, 10, может, или 12 без перерывов. И перерывы были связаны только там с переездами, перелетами. Или там тем, что зал закрыт уже, все, типа, не попасть в него. Силовая работа эффективна. Дальше, что мы можем сделать? Конечно, рацион, рацион питания. Мы создаем дефицит калорий, либо усиливаем дефицит для ускоренного сжигания жира. Но давайте, вы уже в дефиците. То есть мы уже рассматриваем вариант, что вы сушитесь, стройнеете, худеете, у всех по-разному. Что же сделать? Вы уже питаетесь. Уберите углеводы из первого приема пищи. В этот момент начинают разные диетологи, гуру фитнеса, специалисты, тренера, любители, фитнес-эддиктед, адепты, высказывать свои мнения. Каждое мнение имеет место быть. Это действительно мое мнение, мой опыт, мои знания, которые я могу обосновать с научной точки зрения, почему я считаю, что это эффективно. Уберите углеводы из завтрака. И по возможности уберите углеводы из ужина. Не оставьте углеводы в середине дня, даже полноценные два приема в диапазоне с 12 до 6 часов вечера с перерывом между приемами порядка 4-6 часов. То есть пообедать в 12, и второй прием углеводов сделать в 6 часов вечера я считаю адекватным. И первый завтрак и поздний ужин белково-жировой с большим количеством клетчатки. У меня работает, у моих учеников работает, все себя отлично чувствуют, полны энергии, хорошо происходят метаболические процессы. И это не единственный вариант. Ребята, к любой вершине, вот если вы гору, она вот такая вот сформированная рельефом, на гору можно подняться почти с любой стороны. Просто одна дорога, она простая, да, и там другая дорога более сложная. Но вариантов достижения цели уйма. Поэтому если кто-то вам говорит, что только один вариант возможный, что только одна определенная техника приседаний, одна определенная диета лишь приведет вас к результату, только один хороший специалист или только одно лекарство может вылечить вашу болезнь, то этот человек умственно не совсем полноценен, потому что к результату могут привести разные дороги. Это важно понимать, и каждому свое. Но попробовать стоит наиболее эффективные, проверенные временем, проверенные другими людьми методы. На ком-то и так, возможно, ваш уровень достигнет такого, что вы сможете разработать свою систему, которая вам поможет. Ну что, мы поняли, что мы должны больше тренироваться. Мы поняли, что нам нужно питаться по-другому или меньше, чем питаемся сейчас. Ну что может быть третьим? Конечно же, добавки. Добавки, которые усиливают липолиз, банальный кофеин. Опять же, жиросжигание состоит из двух процессов. Давайте в голове свои усвоим. Первый процесс – это освободить жирные кислоты из адипоцитов. Первый процесс упрощаем из жировой клетки, чтобы она раскрылась, и из нее попали жирные кислоты, триглицериды в кровоток. Все отлично, это энергия. И второе – это, кстати, создание дефицита калорий, либо создание работы физической, чтобы эти жирные кислоты сгорали в митохондриях ваших клеток. Митохондрии получают, это энергетическая станция вашего организма, органелла клетки. Она сжигает, она сжигает вообще все, что там можно сжечь и получать из этого энергию. И снабжает энергией ваше тело. Поэтому мы сначала жирные кислоты высвобождаем, потом мы их сжигаем. Поэтому съесть жиросжигатель и сидеть на диване не поможет. Потому что, да, клетка откроется, жирные кислоты пойдут в кровоток, поплавают, поплавают, они не нужны для получения энергии. И что? Конечно же, эти жирные кислоты отложатся обратно в ваши чудесные жопы, бока, животы. Возможно, жирные руки, жирные отекшие щеки, морды и так далее. В общем и целом, прошу обратить внимание, это очень важно, жир это некрасиво. А если вам кажется, что жир это красиво, то и слава богу, жирненьких тоже должен кто-то любить. А так, конечно, это что-то у вас с головой. Потому что жир это избыточный, избыточный важно, да, жир. Ожирение это серьезная болезнь, которая приводит к большим серьезным последствиям. Смертность гораздо выше у жирных, риск травм гораздо выше, заболеваемость всеми болезнями у жирных гораздо выше. То есть вот я когда лежал, мне как грудь пришили, да, к примеру, я лежал в хирургии. Там людям меняли тазобедренные суставы и так далее. Стройных людей в отделении не было. Ну, там, то есть суставы изнашиваются активнее и так далее и тому подобное. То есть все-таки это дополнительный фактор риска. Давайте посмотрим, у какого количества людей, умерших от инфаркта, был лишний вес. Вы обалдеете, блядь, там типа у всех, ну ладно, у подавляющего большинства. Поэтому берегите себя, даже не с точки зрения красоты, хер-то с ней на самом деле, ну, с точки зрения вашего здоровья, ваших близких, поберегите себя, чтобы подольше пожить. Поэтому, ну, контролируйте, как-то контролируйте свою пасть и не запихивайте в нее постоянно кучу вредной еды, которую вам предлагает современная пищевая промышленность. А вот, что-то я вообще начал уже не в ту сторону, мне кажется, уходить, но иногда подрывает. Итак, мы меняем питание, мы меняем тренировки, мы меняем объем нагрузки, мы добавляем БАДы. Их огромное количество, перечислять все сложно. Кофеин, да, он определенную эффективность имеет, не нужно слишком много в адекватных количествах. Эль-карнитин работает, возможно, экстракты разных растений работают. Препараты контроля сахара, тоже там, метформин, может иметь место быть на каких-то этапах, если вы понимаете, что с ним делать. Опять же, это вообще не призыв к действию, ребята, это все нужно понимать. Профессиональные спортсмены используют гормоны щитовидной железы, вам к ним вообще подходить не надо и не нужно. Профессиональные спортсмены используют гормон роста, потому что он прямой липолитик, вот он напрямую 100% сжигает жир. Так или иначе, в определенном количестве, в определенном объеме, с переменными значениями вашей фармакинетики, вашей биодоступности препарата, вашей на него реакции и так далее, и тому подобное, но он точно сжигает жир, тут без вариантов. Мужчины, тестостерон является основным жиросжигающим гормоном, одним из основных. Да, естественно, он легко конвертируется в эстрадиол, добавляется одна всего лишь молекула водорода на бензольное кольцо, и все. И уже избыток тестостерона заставляет вас отекать, жиреть и плакать. Обратите внимание, вы захотите колоть тестостерон, чтобы быть такими альфа-самцами накачанными, а у вас пойдет все по пизде, начнется конвертация в эстрадиол, избытка тестостерона по той или иной причине. И на выходе вы вместо горы мышц получите от инъекции тестостерона прыщи, сало, отеки и слезы в конце грустного фильма. Поэтому поаккуратнее с астероидами, ребятки, может пойти не по той дорожке. Я утрирую, но доля истинной зерноправды в этом тоже есть. Поэтому четвертый пункт, всевозможные добавки могут быть эффективными в плане ускорения процессов улучшения вашей формы. Дальше. Визуальное восприятие ваше связано, да, с соотношением жир-мышцы, но еще плюс это жидкость, вода. У некоторых есть оттеки, у некоторых людей, тут нам поможет брусневер, тут нам поможет, опять же, нормализация питания, нормализация потребления минералов, в частности, натрия хлорида, поваренной соли, не пересаливайте и не недосаливайте. Нехватка натрия также вызовет задержку жидкости, как и его избыток. Все должно быть в норме, в балансе. Да простые правила, да, на самом-то деле, 100% не изобрел велосипед, ничего нового, наверное, для вас не сказал, но даже вернув вас к тому, что вы и так знаете, что вы понимаете, с чем вы согласны, получив дополнительное подкрепление вашему мнению от человека со стороны, проще действовать по намеченной вами дороге. Поэтому, ребятки, скоро лето, да и, в принципе, уже чудесный май, берегите себя, занимайтесь спортом, берегите родных и близких. Если у вас есть идеи и мысли, что еще может привести к более быстрому улучшению вашей формы, пишите в комментариях, делитесь своим мнением, делитесь этим роликом с вашими друзьями. Если вы не подписаны, подпишитесь. Не надо быть этими гадскими ребятами, которые ролики смотрят, они подписываются, вот. Потому что скоро уже будет 50 тысяч человек. Вам все равно, а мне приятно. Всем пока.